Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Вперёд на Зомби-Войну. Так, ребят, смотрите, у меня сейчас, по идее, если я выполню вот это задание, должен быть 14 уровень, так что давайте сегодня будем экспериментировать и пробовать, получим мы его всё-таки или нет. Ну что ж, начнём, пожалуй, с того, что заберём все плюшки, которые нам здесь доступны. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, хотелось бы ещё, не получается. Так, ну ничего страшного, ребят, у нас здесь... Ох ты, радио, щёточка, сундучок. Ну, слава богу, денег я нафармил, так что, ребятушки, мне пока хватит. Заодно... Так, что нам лучше сделать? Сразу пойти... Давайте, короче, начнём, наверное, с турнира. Да, ребят, я здесь первое место занял, забрал сундук, но потом я вышел, ну и, как видите, я сейчас на шестом месте. Значит, нам что нужно делать? Естественно, становиться первым. Так, давайте посмотрим вначале мою колоду. О-оу, колода у нас здесь не особо хорошая, ребят, сразу вам говорю. Попробуем для начала вот так. Поехали. Посмотрим, кто, что, чем дышат, чем живут. Подожди, ребята, это никнейм такой, да? Да, скорее всего, никнейм, потому что... Если бы его не было бы здесь персонажа бы, тут бы вообще бы просто знаки вопроса были бы. Так, ну что, начнём, пожалуй... Да? Нет, секунду, 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 секунду. Немножко, мне кажется, вот так лучше поставим мы это всё дело. Да, лучше так всё, пускай будет. Ну и, как обычно, ребят, запускаем в бой. И там уже будем корректировать. Хе-хе, не повезло гнеметчику, сразу говорю. Хе-хе, снесло. Ну, бросай гранату, братуха. А, какую гранату? Гранату ты не бросишь. Вот почему, да, сейчас, ребята, сделали вот... Ну, не только сейчас, вообще сделали. Нифига! Тихо, тихо, снайперша! Снайперша, не подведи меня! Ё-про-с-это! Ну, что огнемётчик не может проходить через огонь. Ну, глупо, согласитесь это. Так-так-так-так-так, жарим-жарим-жарим-жарим! Слушайте, по-моему, я зря, зря сделал огнемётчика вместе с гренадиром, поставил. Теперь будет... Если тот будет погибать, то за собой будут забирать следующего. Ну, нет, смотри-ка, здесь получилось. Так, ну что, снайперша здесь хана, ребята. Не понял! Как это... Как это снайперша, извините, меня прострелила? Да ты давай иди, блин, жарь её! Ёлки-палки, оборачивайся! Ой, глупость полнейшая, ребят! Полнейший тупизм! Еле-еле шёл, как обосравшийся, блин! Ну, давай-давай, ещё... Короче, понятно всё. Из-за... Грубо говоря, гренадира мы здесь всё будем с вами профукивать. Ну... Зато шоколадку, ребят, получили. Правильно, пока перезарядится. О, ну надо же, первая, ребят, победа у нас. Первая победа, ёлки-палки. Ладно, едем дальше. Потом всё, естественно, будем, ребята, с вами переделывать. Это понятное дело. Ага, ну здесь хорошо. Понимаете, в чём дело? Здесь нужно либо огнемётчика ставить ближе, либо гренадира, чтобы если бы кто-то из них, когда погибает, другого просто-напросто не цеплял. А так они идут вместе, видите? Бум! Он падает, ну, и сами видите, результат. Да. И почему-то моя снайперша постоянно тупит. Я не знаю, почему, ребят. Вражеская как-то нормально идёт, а моя нифига. Ну... Ну, естественно, её просто... Тут сами... Вот, сейчас правильно. Сейчас ты великолепно сделала. Ой, да мы, по-моему, сейчас выиграем здесь, да, ребята? Что-то у него какой-то огнемётчик был ватный чересчур. Мы его с трёх выстрелов снесли. И граната влетела. Но, как видим, не попало ни в кого. Ну... Так. Есть. Тут мы выиграли отлично. Четыре победы. Надо же, это... Ребят, это рекорд. Ну, в общем, вы, наверное, уже поняли, что я собираюсь сделать. А сделать я собираюсь следующее. Во-первых... Во-первых, нам здесь не особо нужен гренадир. Здесь нам нужен кто? Больше, наверное, даже поможет... Кэп. Скорее всего, так вот мы с вами сделаем. И посмотрим, что у нас здесь из этого получится. Ну что, начнём с самых низов. И будем потихонечку продвигаться. Так, понятно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Неужели не успеем? Не успеем, ребят, да? Столько... Хотя... Не понял, как это? Блин. Видимо, попали под волну. Пуль. И слегли. Все вместе. Хорошо. Ладно, ребята. Значит, мы сделаем так. Убираем... Нет, снайпер, что убирать не стоит. Или стоит? Нет, не стоит, ребята, её убирать. Слушайте, а что я парюсь? У меня же есть... Вот этот вот парень. Причём, он довольно крутой. Я не знаю, правда, как он будет себя вести вот в этих действиях. Давайте посмотрим. Что он из себя вообще представляет в междоусобицах. Я его, по-моему, один раз как-то вставлял. Так, ну, предположим. Так, ну, я смотрю, он вроде бы держит удар. Ребят. Конечно, не так, как хотелось бы. Блин. Слушайте, вот этот чувачок меня достал. Значит, сюда нужно ставить гренадира. Он стоит у нас на средней линии. Так, ребята, значит... Значит, мы с вами сделаем вот так. Этого убираем. Вот сюда мы ставим гренадира. Я надеюсь, он докинет свою гранату. Успеет? Нет? Что-то я как-то немножко сомневаюсь. Ладно, глянем. Глянем. Должен, по идее, кинуть гранату. Как раз там взорваться этот пулеметчик. Да. Все. Теперь шансов, как видите, нету. Но эту комбинацию я не знаю. Давайте попробуем в следующем бою. Я, кажется, сомневаюсь, что мы тут выиграем. Ну, в любом случае, надо проверять. Так, давай у нас... Кто там? Лерой или кто-то? Ладно, неважно. Так. Ой. Тут вообще, ребята, чудесно все получилось. Шарлотта, ты уж прости. Хе, такие глаза на выкат. Ладно, здесь хорошо получилось, ребята. Двигаемся с вами далее. Осталось-то совсем ничего. Так, смотрим. Раз, два, три. Всего лишь три врага. Мэджик. Ну-ка, давай посмотрим, кто ты... Оу. Оу. Оть. Хотя... Хотя, ребята, мы в куражах. Слушайте, а довольно неплохо работает моя вот эта сборочка. Классно, классно. Давайте дальше смотреть. Так, что такое? Что? Да, ребят, я, кстати, стал прокачивать себе... Как вы помните, берса. Берсеркера. Мы хотим посмотреть, что он из себя представляет. Поэтому, ребята, нужно раскачивать. Тихо, 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 тихо. Не выёживайся. Так, нормуль. Нормуль, да, ребята. И последний у нас враг. Это у нас кто там? Игним. Ладно, давай посмотрим, что это за Игним у нас такой. Быстренько ему, как говорится, накумарим. Ой, да у него тут ещё и враги-то ватные. Оп, тихо, 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 тихо. Ватные. Вот тебе и ватные, ребята. Ну, строитель это понятно. Мы здесь разберём. Да, в принципе, всё. Снайпершу сейчас снесём. Ой-ой-ой-ой. Не надо зомбарей здесь. Не надо зомбарей, я сказал. Пока. Да, ребята, всё супер. Всё отлично. Всё великолепно. Как видите, мы с вами добрались до верхушки. Мы укрепились в топ первом месте. Сколько нам продержаться? Грубо говоря, 27 часов. И всё будет хорошо. Мы получим с вами сундук. Так, ну что же. А теперь давайте, ребятушки, пойдём выполнять задание про 120... Подожди. Ну да, 120 любых зомбарей убить. Это у нас будет... Знаете что? Это у нас будет миссия. Вот это вот. Подожди секунду. Сейчас мы посмотрим, кто у нас тут. Да. Мы сейчас пройдём один разочек буквально вот эту вот миссию нашими, как говорится, аустинами. И я понял прекрасно, что вы имели в виду. В плане того, что нам якобы мешает Кэп. Да? В принципе, он мешает. И в то же время, ребята, не мешает. А вот по поводу волны, вот здесь я немножко бы с вами не согласился. Если нам, как говорится, пофиг на всё, да? Пофиг там на задании. Пофиг, что мы там должны защитить свой автобус. Выполнить какие-то миссии. То да, есть смысл ждать волну, которая побежит. Поверьте мне, этих ребят, аустинов, они закромсают за 30 секунд. О каких вы там 100 единиц голды говорите? Я ума не приложу, ребят. Пробовал, тестил. У меня лично не получалось. Его сразу просто сносят. А если кого-то вызывать в поддержку, тогда смысл? Смысл пропускать волну. Вот, ребята, как это делается. Вот так вот мы оп. И убираем его. Всё. И теперь остаются у нас чисто аустины. Два аустина будут здесь держать оборону. Потом мы ещё вызываем с вами третьего. И просто ими вот чисто фармим. Фармим до 20 секунд. На 20 секунде я где-то, на 25 я вызываю марины. Они разносят баррикаду. И мы, как говорится, в куражах. И зомбарей, как говорится, подбили. И получили 9 голды за прохождение миссии. Плюс 12 опыта, по-моему, дают. Или наоборот. Ну, в общем, вот как-то так. Вот вызываем с вами третьего аустина. Больше, больше, ребята, я не рекомендую. Знаете почему? Потому что они будут их убивать быстро очень. И продвигаться вперёд. Соответственно, зомби будут вставать у них за спиной и идти на автобус. Нам это не нужно? Нет, не нужно. Поэтому вот в троих оставляем. Это, как говорится, самое то. Это топчик. Всё, больше, не больше, не меньше. Всё, вот тремя вот и будем так сидеть с вами. Сейчас только дождёмся, когда у нас подойдёт время. И будем вызывать Марины. Они, естественно, быстренько там разнесут ворота. И всё будет хорошо. Ну что, я думаю, что, наверное... Вот, видите, вот. Уже небольшой перебор, потому что Аустин рванул вперёд. Да, погорячился. Сейчас его могут здесь, ребята, и заколбасить, в принципе. Ладно, я надеюсь, что 17 тысяч мы всё-таки, наверное, здесь поднимем. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас заколбасит, ребята. Заколбасит Аустина. Да. Не повезло. А потому что рванул вперёд дуралей. Зачем ума не приложу? Вот, ребята, и волна. Ждём 27 секунд. Так. Ну что, как я и говорил, ребят, 17 тысяч мы с вами заработали денег. Погнали. Марина выбегает. Почему 27? Потому что, ребята, если бы он чисто бежал без препятствий, да, мне бы хватило бы тут секунд 10. Но так как он ещё вот с этими зомбарями дерётся, поэтому какое-то время он тратит. А тут получается всё, как говорится, тютелька в тютельку, ребят. Отлично. Вот. А деньги мы зарабатываем даже вот здесь, ребят. Вот они встают, пока наш автобус едет. И, как видите, там 50-60 голды мы зарабатываем сверху. Ну что же. Мы, наверное, готовы с вами получить 14 уровень. Я на это очень сильно надеюсь. Ну. Есть, ребята. Есть. Я к этому шёл. Ёп, просто это год. Чтобы получить 14 уровень. Красавы мы, красавы. Очень хорошо. Но. Но. Не забывайте, что у нас сразу же повышается уровень всех наших бойцов. И, соответственно, нам нужно будет их докачать. Они сейчас 13-го. Нам нужен 14-й. Но для этого нужно, естественно, улучшить автобус, ребята. 5 тысяч на улучшение. Ух ты. А, соответственно, мы, по-моему, можем сюда или нет. Ничего не добавилось? Честно говоря, я думал, что добавится, ну, знаете, дополнительное окно. Но я почему-то здесь не вижу. Или всё-таки оно есть? Если мы, например, уберём. Нет, ребята, нету. Немножко как-то печалька. Может быть, краску сменить? Цирковой такой цирк. Зомби-цирк, ёлки-палки. Оливковый. А вам вообще какая расцветка нравится, ребята? Какая вам по приколу? Такая вот шериф. Или вот такая вот транзит. Или военная вообще. Армия США. Ну, рождественские, согласитесь, это будет не в тему. На Новый год поставим её себе. Пустынные. Ну, это, знаешь, как десерт-страйк. Типа там элитные подразделения. Пустынные котики. Грабительские. Это, знаете, под стать нашему Аустину. Для него чисто автобус такой. Что у нас? Ржавый-красный. Ну, честно говоря, вообще непримечательный. Мне не нравится почему-то. Ну, ржавый-красный и что? Так же, как ржавый-жёлтый. Это вот стандартные, кстати, ребята, автобусы. Маршрутки. Ну, и также есть у нас обычный жёлтый, да? Там, что там? Борт, Эдюкэйшн, Синий. Нет, я всё-таки вот считаю, что военный, он как-то такой, армия США. Он чёрный, строгий. В общем, то, что нам нужно. Интересно посмотреть, сколько нам нужно, ребят, до 15 уровня. Так. Ё-клэ-мэ-нэ, ребят. Так, это 40 тысяч, ребята, а у меня 27. То есть, грубо говоря, 13 тысяч. 13 тысяч опыта нужно, чтобы получить 15 уровень. Но оно того стоит, ребята. Ну что, у нас есть сундучки. Давайте их вскрывать. Так, 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 так. Отлично. Давайте-ка что-нибудь с вами создадим. Так, создадим. У нас, смотрите. Ох, лекарства-то целая куча. Это хорошо. Давай-ка создаём. Продвинутые ингредиенты. Так, отлично. Давай-ка с маленького... Погоди, погоди. Зачем мне радио? Радио мне пока не нужно. У нас щёток очень много, да? Три щётки-то мы точно с вами найдём. Создаём. Всё-таки не зря, ребята, я фармил голду. Видите, как пригодилось. И автобус мы с вами, как говорится, в уровне подняли. И сейчас вот немножко даже хватит нам на крафт. А потом, соответственно, нужно будет ещё своих персонажей. Я даже боюсь представить, сколько сейчас будет стоить прапать их на 14 уровень. Так, таблеточки тоже мы сюда с вами забросим. Так. Последний раз, по-моему, 2 с лишним, да, Суэлла? Сейчас не удивлюсь, если будет 3 тысячи. Так, смотрите, у нас хлеба. 4 штуки. Вообще шикарно, ребят. Ну, надо будет очень и очень много, ребят, ингредиентов. Теперь я... Вот если бы Аустин был бы изначально у нас бы, поверьте мне, я бы не продавал бы вот это всё. А я продавал очень много. Просто у меня было где-то под сотню даже больше хлеба, под сотню с лишним радио было, даже там за 200. Я это всё продавал для того, чтобы, ребята, получить деньги. На тот момент деньги в игре получались, зарабатывались только как у нас? Либо просмотром рекламы, как вы помните, да? Либо донатом. Естественно, я не донатил. А на рекламу, конечно же, ну, что ты там в день посмотришь, там, 10 реклам. И то она парит. Вот. И приходилось, естественно, продавать вот эти вот колёса, которые тебе там выпадали с ящиков. Ну, в общем, весь хлам. А сейчас бы, как бы это всё, ребята, пригодилось бы. Ой, как бы пригодилось бы. Сейчас бы у меня ребята уже были бы полностью вкачаны бы. Да. Но не было на тот момент никакого Аустина. Теперь он есть. Но теперь у меня нету ингредиентов, ребята. Так, ладно. Ну, ничего, потихонечку, не спеша, как-нибудь раскачаемся. Главное, чтобы, ребята, они сделали продолжение. Чтобы какую-нибудь вторую, там, эпизодную линию. И было бы вообще прикольно. Хотя вы помните, что над восьмой частью, над восьмой главой они думали больше года. Так что я не удивлюсь, если тут тоже будет всё очень и очень долго. Так, ну что, давайте посмотрим, с кого начать-то, я даже не знаю. С Аустина. Давайте с Аустина начнём. Потому что он у нас, как вам сказать, фармит, фармит. О, ёлки, нифига, ребята, вы посмотрите. 3,654. Это только один. Ядрёна батона, а? Ёлки-то и палки. Я не знаю, ребята, это, по-моему, супер жесть. Просто супер. У меня есть газировка ещё? Нету у меня больше газировки, ребят. Соответственно, я не буду ничего делать. Я вот сюда вот только поставлю клей. Так, ага, Марина, кстати, тоже, ребята, немаловажный у нас персонажик. Он, считай, элита моего подразделения. Вообще любого. Без него практически мне никак. У меня вот что Марины и что инженер. Инженер же или механик? Механик. Они вообще просто рулят. Ну, если сравнить по эффективности, по эффективности, вот, с зомби драться, мне кажется, что Марины всё-таки лучше. Механик хорош чем? У него первый взрывной удар, потом он становится ватным. Но этого взрывного удара как раз достаточно для того, чтобы снести того же самого щитоносца с удара, ребят. Как бы он там не был прокачан, он просто с удара. Я не видел, чтобы от механика кто-то вот именно из юнитов выживал. Зомби видел. Зомби выживают в лёгкую. А вот именно из юнитов нет. Хотя, может быть, мне такие просто юнити не дистивались. Я видел в игре там и 20, и 19 уровни. Я просто в шоке был, как они прокачивались до 19 уровня. А автобус, по-моему, у них был 15 уровня. Как? Мне кажется, это нереально. У тебя автобус должен быть, по идее, одинакового уровня с твоими же персонажами. Ну, фиг знает. Может, читеры какие-нибудь. Так, ну что, ребята. Это, наверное, мы с вами будем закругляться. У нас больше ничего, к сожалению, нету. Я потом рекламу эту за кадром посмотрю. Кстати, ещё один сундучок у нас там прилетит. Я надеюсь, он мне там из него что-нибудь выпадет вкусненькое. Так что, ребятушки, вы уж пишите, что вы хотите в этой игре увидеть. Может быть, что-то вас интересует. Как бы дадите мне хлеб для размышления, а я уже подумаю об мусолю. И, возможно, что-нибудь сниму. Так что, всем пока, всем удачи и до новых, ребята, видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok